И снова здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш уникальный тренинг по специальному мануальному массажу, подготовке человека к дальнейшим мануальным манипуляциям. И сейчас мы размяли человека, согрели нашего пациента, проработали достаточно глубоко некоторые нюансы, миофасциальный массаж сделали и чуть-чуть уже начали применять локтевые техники. А теперь мы переходим непосредственно к локтевым техникам. Ну, мы уже ягодицу немножко промяли, да? Теперь, смотрите, нам нужно будет квадратные мышцы растянуть, разжать. Квадратные мышцы крепятся от воздушных костей к нижним плавающим ребрам. Для этого у нас рука, и такой прием называется, нож входит в масло. Начиная с мизинца, она проходит, растягивая все эти ткани шире-шире-шире, более широко своей частью и до локтя. Вот смотрите, буквально я туда, видите, внедряюсь и иду глубоко-глубоко-глубоко-глубоко вот туда. Только делайте не резко, чтобы, не дай бог, не повредить ни почки, ни косточки. Особенно если вы по подвздошным косточке коснете своим локтем, это будет больно. Поэтому надо над подвздошным косточкой. То есть это, получается, движение под 45 градусов, вот, от этой ложбинки, да, подиагонали вот туда. Можно сделать несколькими руками. Сколько у вас рук есть, только и применяйте. Есть две, делайте двумя, есть три, можно третьей рукой. Раздвинули, одна рука пошла гладить. Ну, плечо, это вот все вот эти вот знаменитые восьмерки мои. Вторая пошла разминать ягодицы. Еще раз показываю. Эта ушла к плечу, а эта ушла к ягодице. Теперь на ягодице мы рисуем концентрические круги, проименая ее достаточно глубоко до вот этой косточки. То есть круги у нас шли большой круг, малый, еще меньше, ну, три-четыре круга. И вот тут вот мы заканчиваем. Я вам даже могу их нарисовать. Не бойся, потому что сотрется. Раз, круг, два, три, четыре, и вот тут заканчиваем. Вот на этой точке. Еще раз показываю. Раз, большой, широкурный круг, поменьше и еще поменьше. Вот закончили. Встали в точку над подвздошной косточкой, чтобы в нее не давить, да? И проходимся. Прием называется «Чайка несет две подковы». Вот. То есть что мы сделали? Мы лакционно рисовали птичку, вот такую чайку, да? И вот эти мышцы, как бы вот с подковами, вот так вот мы их обозначили. С этой стороны, с этой стороны. Еще раз показываю. Рисуем одну крылочайки с подковой. Вторую крылочайки с подковой. Вернулись обратно. Еще раз концентрические круги делаем. А вторая рука наша доходит до трапеции, приподнимает ее и становится кулачком вдоль позвоночника. Сейчас у нас будет сложное движение обоими руками. Эта рука задает вибрацию позвоночнику, а эта рука продольно растягивает ягодичные мышцы. Вот. Потренировались по очереди, да? Теперь руки включаем. Руки работают асинхронно, поэтому вам нужно будет потренироваться несколько раз это делать. Что вот сейчас я сделаю? Я дополнительно растянул ягодицы своими предплечьями. То есть я большую массу мышц растянул, схватил ее, второй рукой подал и опять растянул предплечьями. Видите? После этого рука становится опять над подвздошной косточкой и мы по диагонали пробиваем эту кость, декомпрессируя позвоночник, а точнее сочленение L5S1. Вот это вот. Ну всю поясницу. То есть для декомпрессии мы все, что находится в высшей точке, растягиваем вверх. Все, что ниже, тянем вниз. Поэтому я подбивал подвздошную кость, как бы таз отодвигая вниз. И с другой стороны это как диагностика. Если при ударах по этой косточке человек чувствует здесь боль стреляющая, да? То значит это подозрение на грызу. Стучите, но так, чтобы достаточно мягко было. И сразу же, не переворачивая локоть, устанавливаю вторую руку, как таран. И делаем декомпрессию, проходясь вверх по реберно-позвоночным сочленениям. Проходим все мы вверх. Вот еще раз покажу. Тоже декомпрессируя. То есть наши круги должны быть не направлены не вниз, а там где позвоночник, они вверх. То есть вот. Масло уже много не рисует. То есть вот так они направлены. Так. Ну ладно, уже нарисуем. Мастер. Еще раз показываю. То есть наши локти идут вот так вверх, 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 вверх. При этом можно качать головой и немножко надавливать на ребра. Проходим, пропускаем опять в область почек, да? И вот выше уже можем надавливать. Не бойся, я коротенько делаю. Тут тоже можете маневрировать силу нажатия. Либо вы работаете острием локтя, да? Прям вот этой косточкой. Будет больно. Ну кому-то надо и пожёще, да? Либо работаете плоскостью вот между двумя косточками, вот этими. Либо вот этим треугольником. То есть вообще плоскость получается. Тогда будет гораздо все мягче. Возвращаем руку обратно. И рука у нас, это же рабочие, превращается в рубанок. Ну, кстати, каким локтем проходиться, тут неважно. Я в одном случае показывал вот этим локтем, да? Вы также можете поменять локт и сделать другим локтем. Потом опять поменять. И рука превращается в рубанок. Прием рубанок. Продольное растирание, включая ягодицы, всю спину целиком. Вот мы как раз, два, три прошлись, да? Практически вот три прохода получилось. И теперь этим уже рубанком разминаем ягодичные мышцы, квадратную мышцу, широчайшую мышцу спины. Вот видите, даже подхватываем ее снизу так немножко. И трапециевидную мышцу. Но трапециевидную мы не подхватываем, а многократно растягиваем ее туда, от центра к уголку плеча. При этом, видите, корпус работает активно в движении. Вторую руку разминаем плечо. И теперь наши локти ходят параллельно с друг другом. Тот метод роллинга, который я вам показывал, да? Только они параллельно локти работают. Вот так вот. В этот момент можно, в принципе, даже лечь на руки и лечь на пациента. Вот так вот. Вы разгружаете свою спину. Но за одной своей тяжестью, своего корпуса, вы достаточно мощно продавливаете спину пациента. Очень сильная техника. Потом встаем над вот этим местом, где квадратные мышцы, да? От воздушной кости до плавающих ребер. Внедряемся ладонями и растягиваем их. Растягиваем ладони. Вот так вот уперлись и просто тянем. Дышим, отдыхает пациент, отдыхаем мы. А где пошли ребра, уже достаточно такие быстрые, энергичные движения в эти реберно-позвоночные сочленения. Стараясь их расширить. Еще раз показываю. Это мы внедряемся вот сюда. И стараемся их расширить все вот эти вот сочленения. То есть, такие короткие движения рывковые. Да, внедрились и расширили, внедрились и расширили. Опять же, это все делается для декомпрессии. Ну, чтобы вам легче было запомнить, я это фигурально все называю лодочки. Вот причал, да? Мы ставим лодочки, яхты на причал. Дошли до головы, растянули дополнительно шею с плечом. И теперь погремел выстрел, на старт и прошла ядерная регата. Первая яхта пошла, локтями растягиваем позвоночник. Это как будто бы за яхты волны расходятся, да? Вторая яхта пошла, растягиваем позвоночник. Третья пошла, растягиваем позвоночник. Четвертая пошла, растягиваем шею с трапецией. Пятая пошла, шестая пошла, ну и так далее. В общем, опять же, делим примерно на сегменты. Раз, два, три, четыре сегмента. Потом раз, два, три. Потом раз, два сегмента. И потом один сегмент. Вот показываю завершение. Раз сегмент, два сегмента. И третий сегмент. Мы устанавливаем руки, опять же, но над подвздошной косточкой. Эта рука идет вверх. А эта рука упирается в крестец и дает поясу в положенную сторону. То есть растягиваем позвоночник, декомпрессируя его с вибрацией. Заметили, эта рука на месте стоит? То есть мы, когда вибрируем, руки ходят в противофазе. Вот так вот расширяются. И после этого, растянув позвоночник, возвращаемся руками обратно. Клиенту я обязательно говорю, положи голову на бок, в другую сторону. Так. И сейчас я пройдусь посильнее. Поэтому расслабляемся. Глубокий выдох. И ничего не делай. Все. Теперь дыши, дыши. Не забываем дышать. Таким образом, вот, прозвучал хруст. Их, может быть, хрустов сколько угодно. Ход 3, ход 10. Вот, растянули, распределили, декомпрессировали позвоночник. Чего мы, собственно говоря, и добивались. Сейчас мы будем это все отрабатывать на практике. И познавать всякие нюансы, которые могли, естественно, не уместиться в этом видеоролике. Коротеньком. Но, вы не огорчайтесь. Если вы придете на тренинги Олега Олафа Гудвина, то вы получите гораздо больше, чем просто смотря мои ролики по интернету. До новых встреч, друзья. Я вас жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова